Вы хотите отдохнуть или кто-то из ваших близких и друзей? Хотите посетить теплые страны, отправиться в круиз или побывать в городе, о котором давно мечтали? Теперь не надо никуда бегать, все можно оформить онлайн. Связывайтесь со мной и мы вместе подберем тур и оформим договор, а вы сможете потом поделиться впечатлениями о путешествии. Ссылки на контакты в описании. Привет, друзья! С вами Зверько и это настоящий гайд на Хильду. 1 апреля вышло резонансное видео и многие, кто не понял мой юмор, поставили дизлайки. Честно говоря, именно этого я и ожидал, поскольку юмор у меня своеобразный. Соль шутки. Я рассказываю настоящий гайд на латыни и по стечению обстоятельств и слов случайно попадаю в ад к мракобесам. Кадры были взяты из фильма «Константин. Повелитель тьмы» 2005 года. Те, кто оценил шутку после объяснения, может исправить дизлайк и поставить лапку. Теперь к гайду. Да, этого борца подвезли давно и гайды были на Хильду. Но поступило достаточно много вопросов и просьб сделать по ней гайд. Итак, Хильда это по сути боец-полутанк, чьи навыки направлены на скорость передвижения и внесение немного урона, а также контроля. Главный ее плюс это пассивная способность и отсутствие маны. Способность это регенерация. Плюсом первый навык ускорение. Эмблемы. Эмблемы берем на танка с перком «Стойкость», который активируется, если наше ХП падает ниже 40% и дает 35 очков универсальной защиты. Или берем смелый удар, который исцеляет при внесении контроля. Учтите, что хоть у нас два навыка с эффектом контроля, этот перк имеет перезарядку в 10 секунд. Если вам больше нравятся эмблемы бойца, подойдет перк «Стойкость» контролю или «Калечащий удар» замедлять противника. Способности. Тут кто во что гораст, но мне нравится ослабление или оцепенение. К навыкам. Пассив. Благословение Диких Земель. Находясь в кустах, Хильда получает щит на 5 секунд, на 10% от своего максимума ХП и регенерацию здоровья. КД способности 10 секунд. Вторая часть пассивки. Когда здоровье Хильды падает ниже 30%, начинается быстрая регенерация ХП. КД этой второй части 120 секунд. Этот навык то, за что Хильду и любят. Постоянный отхил, бесплатный щит и сейв в критической ситуации, который еще и стакается с другими подобными сейвами от предметов. Первый навык. Боевой ритуал. Хильда ускоряется на 30% длительностью в 3 секунды и может нанести удар, который поразит не только цель, но и врагов за спиной цели. Это навык базового перемещения. Благодаря ему мы легко достигаем магов и стрелков в задних рядах. Именно поэтому Хильда – настоящее проклятие для Заска, Фаши и Адетты, поскольку два следующих навыка обладают микроконтролем. Предпочитаю качать этот навык в приоритете. Второй навык. Искусство охоты. Хильда за короткое время наносит 3 удара, притом подпрыгивая к цели каждый раз. Первый удар – это подшаг. Второй удар наносит урон соперникам вокруг цели. Третий удар немного отталкивает. Урон ударов повышается с навыком. У навыка неплохой урон и благодаря толчку прерывания кастов у магов. Урон, догонялка и контроль в одном флаконе – это мощно. Ульта – дикая сила. Хильда совершает убийственный прыжок к противнику, нанося ощутимый урон и оглушая на короткое время. 60% урона получают противники вокруг цели. Кроме того, убивая или участвуя в убийстве героев, Хильда получает стаки ульты. От стаков возрастает урон, а накопив максимум стаков, ульта при нанесении урона игнорирует 40% физической брони цели. Этот навык внушает страх не только своей мощью, но и прерыванием и тем, что эта накачанная баба вновь оказывается рядом. Теперь поговорим о сборке. При вводе Хильды в игру также был введен топор кровожадности, который дает отхил от способностей, и на первых парах он вполне подходил для Хильды. Но потом и топор немного понерфили, и опнули Оракула, переведенного как божественное вдохновение. Вообще, хочу напомнить, что сборки танков зависят от пика противника. Кого больше или кто опаснее, от того и защищаемся. Что делают предметы, можно посмотреть в ML-фактах на канале. Итак, Сапоги Война добавят стартовой защиты. Божественное вдохновение отлично соединяется с отхилом от пассивки. Пользоваться так. Получаем тычок от крипа и бежим в кусты хилиться. Предмет гигантски увеличивает нашу живучесть, защищает от магии, да еще КД уменьшает на 10%. Проклятый Шлем увеличивает защиту от магии и добавит урона в минуту по противнику, пока мы находимся рядом. Щит Афины. Стакаются с щитом пассивки. Пока с нас сбивают щит, мы регенерируем. Против физиков пригодятся шипованная броня или стальное сердце. Шипованная броня будет возвращать автоатаку, а стальное сердце уменьшит плиты. Последним берем или пришествие демона, или бессмертие. Тут кому что по вкусу. Тактика. Хильда это офф-танк, который вносит сумятицу в ряды дамагеров противника. Она имеет возможность влететь в задние ряды и прервать ульту Горда или Адеты, гоняться за заском, отгоняя его от порождения. Кроме этого, способна еще и выйти из задних рядов в живое. КД первого навыка вполне это позволяет, даже с учетом мини-нерфа в последнем обновлении. Хильды можно играть агрессивно, особенно в тактике 1-1-3. Влетая на линию, убивая крипов и не просаживаясь в пхп, поскольку кусты дают и щит, и отхил. Выбежали, нанесли удары, отошли в кусты, крипы последуют за вами. Итог. Вы в кустах под фактически постоянным щитом и отхилом. А значит, спокойно встретите противника с фулл хп. Ваша инициация начинается с кустов. Вы бегаете, подпрыгиваете вторым навыком, сохраняя про запас третьего дарка отталкивания для прерывания каста противника. Если противник бежит, применяйте первый навык, чтобы догнать, и ульту, чтобы добить или прерывать каст. В файте, если противник не отступает, а упорно дерется с вами, потихоньку подходите к кустам и продолжаете бой. Кусты будут по КД накидывать вам щит 10% от вашего максимального хп. Плюсом хилить вас. Вдобавок, если на вас уже оракул и щит афины, все это в разы усиливается. И даже если вам собьют до 30% хп, вторая часть пассивки практически возродит вас, и вы сможете продолжать танковать до своей команды. Как противодействовать хильде? Во-первых, антихил, во-вторых, пробитие, и в-третьих, контроль накидываете, когда она не в кустах. А теперь, друзья, напишите в комментариях, чьи изменения рассмотреть в следующем видео. Биксаны, Алисы или Москва? Ставьте лапки и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok